Вопрос, который меня интересует тоже. Почему, когда делается ямочный ремонт, дорожники позволяют себе на неделю выкопать ямы, они всегда имеют острые углы и очень суровый к подвеске автотранспорта, это мистер Биннер написал, и даже не удосуживается каким-то образом сигнализировать водителям о том, что они там есть. Спасибо большое, мистер Биннер, за очень правильный вопрос, за мой вопрос, который я хочу задать кому угодно, вот этим мерзавцам, мне хочется остановиться просто, вот найти дорожного рабочего, который выкопал эту яму, да, вот подойти к нему и дать им в башку просто с размахом. Вот честное слово, вообще сколько машин, радость, радость СТО. Если вы, когда вы сидите на ремонт у себя дома и будете часть пола покрывать, и сейчас поло у вас будет открыто, так вот дайте им по башке себе, это первое. Что вы меня хамите? Потому что вы обижаете тех же дорожников и рабочих, которые вы обижаете. Потому что когда ты делаешь работу, нужно иметь мозги. И я считаю, что когда выкапываешь яму, оставляешь острые углы, и машины бьются об эти углы, даже шестерки бьются, копейки бьются, дорогие машины бьются, неважно. Человек, это деньги человека. А вы мне говорите, будешь себе по голове давать. Буду, я найду кому по голове давать, не переживайте. Я вам говорю, вот это, кстати, проблема. Ваша агрессивная реакция говорит о том, что вы не можете ответить на этот вопрос. Ответьте, почему бьют машины люди. И буду перебивать, моя программа. Я вам еще раз говорю. Мне нравится, не приходите. На сегодняшний день, вы понимаете, сделать на одной улице ямочный ремонт в 30 квадратных метров за пол машины асфальтобетона. Так не раскатывайте. Тогда ездите по ямам. Будем ездить по ямам, но у ям нет острого угла, где разбиваются колеса. Возьмите, посчитайте, сколько нужно, сколько у вас бетона. Посчитайте, сколько ям. Любой инженер, дорожник вам в этом поможет. Студенты, лога грязи, все безработные. Мне не надо помогать, я сам все могу посчитать. Хорошо, посчитайте, пожалуйста. Сделайте так, чтобы ям не было. Обязательно. Люди просят. Все, спасибо. Я вас почти извинил за то, что вы меня нахамили.